У нас сегодня вот такое бурное море, можно сказать. Погода очень улучшилась. Вдруг спала жара. Я даже не думала, что такое в Египте может быть. То было 45 градусов, сегодня утром выхожу 21 градус. На балконе плитка холодная. Мы прямо вчера не знали от радости, как нам радоваться этому событию, потому что было очень комфортно. Мы даже кондиционер не включали. Сейчас расскажу вам, где лучше всего зимовать. Рассмотрю три страны. Таиланд, это остров Самуи. Аланья, как самый лучший город для пребывания в Турции. И в Египте Шарм-эль-Шейх. Очень многое зависит от места, где вы будете отдыхать. Вот, например, Владимир, которого я часто показываю в своих видео, он выбрал Египет, потому что ему не понравилась в Таиланде влажность. Я хочу вам сказать, что в Таиланде в разных местах разный климат. Он отдыхал на острове Кочан. Кочан находится глубоко в океане, поэтому там очень высокая влажность. Там люди ходят в мокрых футболках. Если говорить об острове Самуи, как о самом благоприятном тоже месте для пребывания в Таиланде, то там совершенно другая ситуация. Там не такая высокая влажность, и находиться там очень комфортно. Мои видео предназначены для тех людей, которые хотят отдыхать и отдыхают самостоятельно. Большая разница между отельным отдыхом и самостоятельным. Где лучше всего отдыхать, зимовать? Где лучше всего зимовать? Зимовать лучше всего объективно в Таиланде. Значит, это не я придумала, сейчас я вам это докажу. Когда мы приехали в Таиланд, мы трое суток не слазили с мопедом, мы искали подходящее жилье. Жилья в аренду не было. Можете себе представить? Мы приехали 2 февраля, это еще длится сезон, и жилья еще не было. Жилье появляется там в марте, когда люди уезжают к себе домой, начинается весна, и места освобождаются. С ноября месяца арендовать жилье на острове Самуи – это очень сложная задача. Обычно люди бронируют его за год и сразу на полгода. Очень много живет там итальянцев, испанцев, французов, немцев. Для них это проживание экономически выгодно, они не платят за отопление дорого в своих странах. Здесь они живут, наслаждаются всем, чем угодно. Значит, еще если рассматривать Египет и Турцию, то благоприятным местом для пребывания будет именно Шарм-эль-Шейх. Потому что в Турции есть зима, в любом городе, в котором бы вы не были, там будет зима. Самая высокая температура зимой и благоприятный климат будет именно в Аланье. Даже в Анталии, которая находится недалеко от Аланьи, климат будет уже другой, и зимовать там будет намного холоднее. Поэтому зимовать лучше всего, если у вас нет денег на Таиланд, то лучше всего в Египте. И именно в Шарм-эль-Шейхе. Если сравнивать Хургаду и Шарм-эль-Шейх, то в Хургаде уже холоднее. Там зимой вы не всегда будете купаться в море. А здесь вы будете каждый день купаться в море, за исключением, ну может быть, каких-то там десяток дней за три месяца. Если говорить о жилье, то на первом месте будет Турция, потому что там самое комфортабельное жилье. Причем там сдается жилье все в хорошем состоянии. Там все будет вам отличное. Там будет отличная квартира, большой просторный балкон. Все будет новое, чисто, и это будет везде, повсеместно. Если говорить о Таиланде, то там немножко другое отношение к жилью. Мы арендовали там дом в европейском стиле, а вы можете арендовать там жилье в тайском стиле. Значит, кому что нравится, неплохо. На третьем месте находится Египет. Помещения здесь для сдачи в аренду в основном небольшие. Но я имею в виду для самостоятельного бюджетного отдыха. Конечно, если говорить о том, что у вас есть куча денег, и вы можете снять виллу прямо на море, то да, в Египте будет вам лучше. Я расцениваю это со своей точки зрения, как бюджетного туриста. Для бюджетного туриста лучше всего, если выбирать в отношении жилья Египет и Турции, то, конечно, в Турции будет комфортабельнее. Теперь, что касается цен на питание. Цены на питание, в принципе, они ненамного отличаются друг от друга. Дороже всего было питаться нам в Таиланде. Там достаточно все дорого. Дешевле всего в Турции, даже по сравнению с Египтом. И в продукты там качественнее, на мой взгляд. И питаться там можно более разнообразно. Ну, как для нас. Теперь цены на аренду. Цены на аренду были такие. Значит, дом в европейском стиле на острове Самуи вы можете снять сейчас. Ну, вот в этом 2020 году можно было снять за 500 долларов. В Турции можно было за эти деньги снять жилье за 350 евро. Это будет большая студия или 1 плюс 1. В Египте за 250 долларов вы можете снять уже 1 плюс 1, если вы снимаете на 3 месяца. Вообще, во всех странах одинаковая ситуация. Чем на дольше вы снимаете квартиру, тем дешевле она вам обходится в месяц. Я знаю, что во Вьетнаме, например, там, если вы не снимаете квартиру на год, вам вообще ее не сдадут. Пусть она стоит закрытая, но ее сдавать не будут. В Таиланде мы тоже столкнулись с тем, что квартиру на долгий срок хотят сдавать, а квартиру на короткий срок, она будет стоять закрытой. Вам ее не сдадут. Такая ситуация была и в Таиланде. Еще хочу сказать вам о Таиланде. В Таиланде есть одно большое, но очень жирное но. Если вы не можете ездить на мопеде, Таиланд это не та страна, в которую вам нужно ехать зимовать. Там нет тротуаров. Люди там не ходят пешком. Вообще. Вот нам странно это представить. Точно так же, как сейчас людям странно представить, что в Шарм-э-Шейхе закрыты все магазины, точно так же трудно представить, сидя там в Киеве, в Москве или в Питере, что нет тротуаров в стране, нет тротуаров в Таиланде. Вы там не ходите, вы там передвигаетесь на мопеде. Человек там родился и сразу сел на мопед. Там такая картина. На мопеде едут мама, в рюкзачке у нее немовля. Между мамой и папой стоит ребенок лет пяти. Папа сидит впереди, как бы управляет мопедом. Впереди него на задних лапках стоит собачка, а передние лапки положила на блок управления мопедом. Еще могут туда нагрузить ветку банана. Поэтому там вся жизнь проходит на мопеде. Если вы на мопеде не ездите, вам в Таиланде делать нечего. Еще такое у меня было наблюдение. В Таиланде мы купались на пляже большого и очень фешенебельного отеля. В Таиланде, как и в Турции, вся земля принадлежит народу. Там нет такого, ну за редким исключением, нет такого, что вы куда-то не можете зайти на территорию какого-то отеля и купаться там. Вы не можете пользоваться зонтиком, вы не можете там лежать на шезлонге бесплатно, но пользоваться пляжем, купаться в море вы можете абсолютно везде. В Таиланде вот какая ситуация с пляжами. И с отельным отдыхом. Мы купались на пляже большого отеля. И мы видели, что люди, которые там отдыхают, уплатили очень большие деньги. Путевка на одного человека стоила, вот нам немцы рассказывали, 2000 евро. Значит, они отдыхали там 12 дней. Они не купались вообще в море. Они все сидели в бассейне. Когда мы спросили, почему они не купаются в море, они нам сказали, что именно в этом месте купаться нельзя. Но когда они ехали сюда, они не знали об этом. И купили сюда путевки. Если бы они купили путевки в другой отель, где лучший берег, то там можно было бы купаться. Мы не знали таких премудростей. Целый месяц просидели возле их отеля. И потом они нам рассказали, что купаться там оказывается нельзя, потому что там очень много ежей. Я там действительно накололась на ежа. Рядом, за горой, в километре, находится один из лучших пляжей мира, Силвер Бич. Но эти люди, они не знали об этом пляже Силвер Бич. А тот, кто знал, не мог туда добраться, потому что арендовать мопед и ездить туда на километр, не всех это устраивало. Поэтому они сидели в бассейне. Такая вот ситуация в Таиланде. Теперь, что касается уровня жизни. Значит, об уровне жизни рассказывают хорошо, что туалеты в каждой стране. Если вы приехали в Египет, туалет найти здесь очень проблематично. А если вы приехали в Турцию, там вы можете идти в самый фешенебельный ресторан, прийти сразу на ресепс и сказать, можно я пойду в туалет? Вам еще побегут и дверь откроют. И вы получите полные услуги абсолютно бесплатно. Было очень много раз, что мы гуляли на море до позднего вечера, и туалеты уже были все на пляжах закрыты, но там был охранник, можно подойти к охраннику, сказать, я хочу в туалет, и вас всегда пустят бесплатно, еще и вам и спасибо за это скажут. Поэтому в Турции нету такого, как у нас, что там в парадных, или за углами там люди делают свои дела, и вон стоит. Там такого нету, поэтому уровень жизни в Турции очень высокий. В Таиланде просто в этом нет необходимости, потому что вы там едете на мопеде, и вы можете остановиться тоже у любого кафе, или зайти в большой супермаркет, и там всегда есть хорошие туалеты. Можно туда сходить. Где лучше всего зимовать, где будет дешевле всего зимовать? Значит, дороже будет, конечно, в Таиланде из-за перелета. Дешевле зимовать будет в Египте. Это абсолютно точно. Но в Турции, если вы не рассматриваете зимовку, а просто едете там на месяц, вот как мы, покупаться, в октябре, в наебре, в наебре, там еще стоит прекрасная погода, температура воздуха днем 30 градусов, вода теплющая, можно купаться, отлично провести время, но уже в Алании будет людей гораздо меньше, квартиры будут дешевле, вы можете снять жилье себе получше, хорошо ехать туда с ребенком. Так вот, я часто наблюдаю, там во вторник, в понедельник и четверг в Алании всегда базары. Они прямо размещаются на улицах, среди домов, в микрорайонах. На этих базарах можно купить все. Если вы придете туда вечером, вместо килограмма помидор, вам продавец на эту же цену насыпит 2 килограмма помидор. И вот, представляете, я иду вечером по базару, уже 9 часов вечера, там еще куча продуктов, все разложено. Утром открываю глаза, в 6 часов утра, смотрю, улица, ни соринки, ни листочка, ни пылинки, идеальная чистота, как будто бы там вчера вообще никого не было. И все, 3 дня там ездит транспорт, ходят люди, все отлично. Вот это уровень цивилизации. Теперь, где лучшая инфраструктура? Инфраструктура, это наличие магазинов, салонов красоты, увеселительных заведений. Везде они есть. Все это есть. Наша цель была, когда мы куда-то едем, не посещать рестораны и кафе, потому что нам не всегда это по карману. И пища специфическая в каждой стране, нам не всегда это нравится. Мы готовим всегда сами. Поэтому нам находиться в этих странах примерно стоит столько же, сколько и дома. Мы тратимся только на дорогу и на проживание, если мы едем. В любую страну, в которую бы вы не ехали самостоятельно, вам обязательно нужно покупать страховку. Как выбирать страховку? У меня есть отдельное видео. Смотрите их, и вам сразу все станет понятно. Примерно страховка стоит на человека доллар в день. Какая-то фирма, в какой-то фирме младше, в какой-то фирме это будет меньше, в какой-то фирме это будет больше. Но покупать страховку обязательно. Везде, где мы не были, и в Таиланде, и в Турции, и в Египте, нам везде по страховке оказывали достойную помощь. В Таиланде ко мне вообще приходил врач. Я там ту руку ударила, а дверь, там же дверь истеклянная, я не привыкла к этому, и большая ручка. Я пришла с пляжа, да как саданула себе руку. У меня была страшная гематома. Ко мне приезжал тайский врач, когда у меня было давление. Я просила, чтобы он мне уколол укол. А у них уколы так просто нельзя уколоть. Там не продаются даже шприцы. Лекарства у меня были, а шприца не было. И купить я его нигде не могла. Я его попросила, чтобы он мне уколол, он сказал мне нет. Я говорю, а что мне делать? У меня давление поползло. Он мне говорит, мадам, вам надо больше отдыхать. Куда же уже больше отдыхать? И так целый день, то на пляже, то на диване. В общем, врач был очень смешной. Приезжал ко мне с медсестрой, оказывал мне помощь, давал мне мази. Очень эффективно. Там, где высокая влажность, там все время лечат все антибиотиками. Но эти антибиотики не такие, как у нас. Они есть растительного происхождения. И абсолютно там безопасно. Я даже эти мази попривозила с собой домой. Но в основном там лечатся, конечно, бальзамами. В Таиланде вы можете пойти к врачу бесплатно. Но придется сидеть долго в очереди, ждать, вас могут не принять. В общем, короче, эта проблема, это всегда риск. Поэтому этот доллар в сутки не стоит ваших нервов, того, чтобы вы там переживали. Особенно сейчас ситуация, когда пандемия. Так что здравоохранение в любой из этих стран на должном уровне. В Египте можно обращаться, если у вас нет страховки, вы можете обращаться, как, впрочем, и в Турции, и в Таиланде к частному врачу. Это будет стоить дороже. В завершение своего рассказа хочу сказать, что отдыхать везде хорошо. И очень хорошо отдыхать самостоятельно. Вы за месяц наберетесь сил. Вы оздоровите своих детей. Вы адаптируетесь к климату. Это очень-очень важно. Очень многие люди мне пишут о том, что они себя очень хорошо чувствуют в Египте, или в Турции, или в Таиланде, когда приезжают сюда по путевке. Когда вы приезжаете по путевке, у вас нет времени вашему организму адаптироваться. Он не понимает, где он находится. Организм находится в состоянии стресса. Особенно, если вы едете с холодной стороны и сразу в теплую. Понять, подходит вам климат или нет, можно только пожив здесь. Если вы планируете покупать квартиру, или зимовая здесь, приезжайте, перезимуйте один раз, перезимуйте второй раз, вам станет все понятно. Вы обрастетесь здесь знакомыми. Вы найдете единомышленников. Люди будут давать вам советы. И вы обязательно выберете такое жилье, которое вам подойдет. Или в аренду, или для покупки. Просто так, если вы едете по путевке, даже ездили сюда по путевке 10 раз, вы ничего здесь не поймете, как вы будете здесь жить, и как вы будете здесь находиться. Есть такая пословица, что хорошо там, где нас нет. Но вот побывав в трех странах, я скажу вам, что в каждой из этих стран есть очень много положительных моментов. И есть для каждого из нас какие-то отрицательные моменты. Что перевесит положительное и отрицательное, нужно только попробовать. Мне понравилось безумно везде. Везде. Понравилось и в Таиланде. Очень мне нравится Турция. Туда езжу каждый год и буду продолжать ездить. И мне очень понравился Египет. В каждой стране есть своя экзотика и свое интересное. Я вам желаю поехать в любое место, куда бы вы ни хотели. Рано или поздно границы все равно откроются. Может быть не так быстро, как мы хотели. Но все откроется, и люди поедут. И вы тоже обязательно поедете. Я вам всем этого желаю. Редактор субтитров А.Семкин